МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. С вами Ася Райдар. В университете Шакарима была организована работа круглого стола по теме «Великая личность в потоке истории, приуроченная ко дню первого президента». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Целью организации заседания было освещение истории вклада великой личности для своего народа, о формировании патриотического сознания молодежи. Празднование дня первого президента имеет важное общегосударственное значение. Ключевая задача празднования дня первого президента заключается в дальнейшем укреплении в казахском обществе масштабной исторической роли первого президента республики Каастан, лидера нации Нурсултана Назарбаева, в построении казахстанской государственности, обеспечении стабильного развития общества. В работе круглого стола приняли участие преподаватели университета Шакарима, лучшие студенты-активисты, а также представители общественных объединений. Первый зимний день не случайно выбран для празднования этой даты, так как 1 декабря состоялись первые всенародные выборы, на которых президент набрал 98,7% голосов. В связи с этим, я думаю, что сегодняшний круглый стол достигло своей цели. В ходе работы круглого стола были заслушаны доклады на тему «Ельусигин, Ельбаса, семей, студенческий город, Ельбаса, Ельтрега и сильный лидер, сильная нация». Сегодня во всех школах и колледжах города был проведен единый открытый урок, приуроченный к празднованию Дня первого президента Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие школьники, преподаватели, а также приглашенные гости, среди которых есть ветераны труда и общественные деятели Яков Горельников, Зинуа Тукаев и Амантай Дагалаков. «Дети очень активно участвовали в открытом уроке. Я очень рад, что детям интересна жизнь нашего президента. Они очень активно задавали интересующие их вопросы». Открытый урок был проведен в дружеской обстановке. Гости мероприятия рассказали школьникам о нелегком пути, пройденном нашей страной к независимости, а также о тех важных и правильных решениях нашего Ельбаса Нурсултана Назарбаева. Благодаря которому Казахстан сейчас знает и уважает весь мир. «Спасибо Амантаю Ага за то, что он сегодня пришел к нам. Мне очень понравилось». Главной целью мероприятия стало формирование у учащихся патриотизма, миролюбия, национального согласия, а также расширение знания о лидере казахского народа, первом президенте республики Казахстан. В конце мероприятия школьники организовали праздничный концерт. В экономическом лицее города Семей также был проведен единый республиканский открытый урок, посвященный Дню первого президента. В лицее в качестве приглашенного лектора выступила депутат Маслихата города, член Ассоциации деловых женщин Семея Зульфия Жамалдинова. «Сегодня у нас в лицее проводилась встреча. Я задал вопрос о том, что президент России Вадим Владимирович Путин, говоря о наустане обещающей Назарбаеве, упомянул то, что он очень справедливый и современный человек. Также меня ответ нашего гостя очень вдохновил на то, что нужно совершать новые подвиги и разные поступки, чтобы стать еще лучше и достичь новых высот». Мероприятие было направлено на привлечение внимания школьников к выдающимся заслугам первого президента, на закрепление у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности. Ассель Айдар, Нурлану Розалин, Марат Сагимбаев, телеканал ТВК-6. На днях в Семее завершился областной молодежный форум, посвященный Дню первого президента Республики Казахстан «Наш номер один». Торжественная церемония закрытия форума прошла в театре имени Абая. Здесь прозвучали имена и состоялось награждение самых лучших представителей молодежи в разных номинациях на премию Акима области. Премии от имени Акима Восточно-Казахстанской области вручили Аким Семей Ермак Салимов и руководитель управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области Ирина Смит. Градоначальник поздравил участников форума с Днём первого президента. Градоначальник поздравил участников этого форума. В первую очередь я хочу вас поздравить с предстоящим и очень великим нашим праздником Днём первого нашего президента. И должен сказать, что у молодых сегодня у нас есть будущее. И сегодняшний форум, активный участник, который вы были, показал, что у нас есть достойная смена, очень много идей, коэктивная молодежь. И я от души хочу вас поздравить. Я знаю, многие сегодня участники этого форума, которые приехали в наш город, сегодня выезжают, возвращаются домой. Вам счастливой дороги. Передавайте всеми чадам большой привет. Нашим землякам. Следующий год для нас все знаменательны. Мы вместе с нами будем праздновать 175-летие нашего великого Абая. Вы, безусловно, являетесь с нами активными участниками. Поэтому вам всем добрый путь. Удачи во всех ваших добрых начинаниях. С праздником вас. Лучшей молодежной организацией года признана Семей Жастар Ассамблея Се. Молодежная ассамблея начала свою деятельность в 2011 году. За время своего существования объединение внесло весомый вклад в реализацию государственной молодежной политики в области. Ассамблея молодежи города Семей отличается новыми идеями и инициативами в организации и проведении социально значимых мероприятий. В текущем году, так как 2019 год является Годом молодежи, проведено много мероприятий, посвященных молодому поколению. Очень рад принять участие в таких больших праздниках. Спасибо всем и, пользуясь моментом, хочу поздравить всех семичан с праздником Днём Первого Президента. Желаю всего наилучшего. Форум завершился ярким праздничным концертом. Ассель Айдар, Сунгар Толымхан, Юлия Гусева, Телеканал ТВК-6. Ассель Айдар, Сунгар ТВК-6. Ассель Айдар, Сунгар ТВК-6. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова